Ребят, всем привет! Сегодня будет распаковочка и тест. Там внутри китайские зарядки, зарядные устройства. И проверим, врут ли нам продавцы или нет. Перед началом расскажу. Один магазин на Алиэкспресс любезно предоставил мне на тестирование две китайские зарядки. Одна обычная, другая с быстрой зарядкой. В общем, сегодня проверим. Отправились из России, соответственно, дошло очень быстро. Давайте распаковывать. Итак, видим две зарядки. Левая у нас 5-ваттная на 1 А. И правая 20-ваттная до 3,6 А. Должно выдавать ток. И дали шнур, лайтинг для айфона. Постараюсь его проверить, так как я пользователь андроида. Давайте начнём. Давайте начнём с малого, наверное, тестировать. А уже потом перейдём к большему. Данные коробочки без каких-либо фирм, обозначений. Единственное, здесь только характеристики. 5 Вт. Тут у нас кабель 1 метр. Упаковано всё отлично. Ну, в принципе, сделано всё отлично. Дизайн тоже хороший. Но здесь даже есть логотип яблока откусанного. Ну, теперь что? Достаем электронную нагрузку. Так как на данном тестере нету разъёма лайтинг, как на iPhone, будем использовать старый добрый microUSB. Напряжение 5,26. Ну, в принципе, для старта нормально. И давайте посмотрим, на что она способна. Итак, смотрим. Нагрузка 0,5 А. Напряжение 4,81. Ну, в принципе, для таких характеристик это нормально. Если она максимум даёт 1 А, то просадка здесь нормальная. Сила тока почти 1 А и напряжение 4,58. Давайте крутить дальше. Посмотрим, есть ли какой-нибудь здесь запас. Нет. К сожалению, посмотрите, при 1 А всё. Зарядка вырубается полностью. Возвращаем. Чуть-чуть не дотягивает данная зарядка до 1 А и вырубается. Но, в принципе, 0,90-0,95. Напряжение 4,6 В. Это нормально. И мощность у неё получается 4,5 В. Рабочая. Вот она работает. Всё отлично. Уже пару-тройку минут. Ничего не проседает. Советовать вам, конечно же, я не могу данные товары. Я просто тестирую. Ссылки я вам оставлю в описании. Можете пройти, посмотреть. Но я считаю, это нормальные показатели. Потому что я встречал за такую цену зарядки, которые работают в разы хуже. Ссылочку на видео я оставлю в описании. Сможете посмотреть. Там зарядка стоила в районе 400 рублей. Но выдавала показания ещё хуже, чем вот эта малюсенькая. Там была такая здоровая. Ну что, теперь давайте приступим к тестированию более мощной зарядки. Фирма у нас Denman. И вот такая, в принципе, презентабельная упаковочка. Распаковываем. Кстати, разъём здесь Type-C. Шнурочек у меня такой есть. Но если будете приобретать, сразу же нужно брать и шнурок, чтобы был с одной и с другой стороны Type-C. Для теста буду использовать шнур Blitzwolf. Мне присылали как-то на обзор Powerbank. И был вот такой шнурок. Он достаточно качественный, хороший. Я в нём не сомневаюсь. Стандартное напряжение 5,26. Ну и давайте накрутим 3 А, как нам обещали. Ну а здесь всё отлично. Почти напряжение 4,6 Вольта и сила тока 3,6 А. Зарядка... Зарядка холодная. Ну, правда, ток начала работать. Но вообще, посмотрите, держится, не вырубается. Давайте смотреть дальше. 4 А держит, но напряжение очень сильно просело. И смотрим. 4,60 Вольта и напряжение 2 Вольта всего. Вот это, я понимаю, зарядка. Докрутили до 4,5 А, и всё отлично. Но своей силы тока 3,6 А она держит. И посмотрите, напряжение почти... Вот сейчас уже прогрелась она, все компоненты там внутри. И напряжение почти 4,8 было. Вот, 4,8, 4,9. Почти 5 Вольт. Что касается режимов быстрых зарядок, это стандарт PD 3.0 и 5.2.0. Я проверю чуть позже. Это как раз тема будет другого видео. Другой обзорчик будет. Идёт тестер вот такой, посмотрите. И в нём мы как раз и протестируем данную зарядку. Из-за того, что здесь нет обычного USB разъёма. Но зарядка работает более 10 минут. Сила тока 3,5 А. И напряжение 4,8. Даже 88. Всё отлично. Так что, в принципе, вот эту я вам советую. Что касается маленькой зарядки. Ну, я считаю, она тест прошла. Потому что размер маленький. Цена в 2-3 раза дешевле оригинальной зарядки для айфонов. Ну, для продукции яблока. Ну, всё. Прощаюсь на этом с вами, ребят. Желаю всем удачи. Обязательно пишите комментарии. Может, что-то нужно протестировать. Закажем. Спишемся с продавцами. И проверим. Всё. Не болейте. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok